В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Энергетики не останавливались, потому что это предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность повседневную всего нашего хозяйства. Жизнь во время пандемии и после. Как с изоляцией справилось предприятие «Техэнергокомплекс»? Проводятся работы по устройству детской площадки, игровой, площадью 100 метров. Благоустройство дворов в округе продолжается. Как выглядит обновленная территория у дома? То есть все у нас безумно вкусное и безумно полезное. Шоколадная фабрика в Люберцах прославляет Россию по всему миру. Чем знаменитые наши сладости, расскажет Анна Троян. Я беру больше за счет хитрости, скорости, за счет юркости. Чемпионат по пляжному волейболу прошел на берегу кореневского карьера. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации Люберец. Руководители управления и ведомств отчитались к главе округа в проделанной работе. Об итогах минувшей недели далее. Почти две тысячи раз на минувшей неделе жители обращались в полицию. 29 заявлений послужили поводом для возбуждения уголовных дел. Также правоохранители обращают внимание на то, что в округе участились квартирные кражи и звонки о заминировании общественных мест. Участились сообщения по статье заведомо ложного закладки устройства взрывных устройств. У нас были вызовы массовых скоплений граждан. Поэтому прошу все организации, все предприятия еще раз посмотреть на паспорта безопасности в разрезе планов эвакуации и памяток по антитеррору. Четыре возгорания потушили пожарные. Три из них произошли в городском округе Люберцы. 13 августа, 19 часов 18 минут, Люберцы, улица Дружба, дом 5, дробь 2, а квартира 133. В данной квартире однокомнатной обгорели личные вещи и мебель на площади 1 ветра квадратных. Пострадал мужчина, 81 года рождения, отравление продуктом горения, в легкой степени госпитализация отказался. 1681 дом округа подготовлен к осенне-зимнему периоду. С этой задачей на сегодня коммунальщики справились на 87%. На планово-профилактический ремонт остановлены три котельные. Горячей воды нет в 35 домах. Нарушение исполнения графика отключения горячего водоснабжения при плановых отключениях не зафиксировано. Контроль за исполнением графика на территории городского округа Люберцы обеспечен. В Люберецком округе продолжается ремонт подъездов. В 2020-м обновятся 137 входных групп в 68 многоквартирных домах. 35 подъездов уже готовы. Остальные должны сделать до 30 сентября. А в наведении порядков в Люберецких дворах на минувшей неделе задействовали почти тысячу человек и 97 единиц спецтехники. Ведутся работы по покосу травы. Выполнены работы по опиловке 12 деревьев и корчеванию 7 дней. Ведутся работы по окрашиванию и ремонту малых архитектурных форм. Ямочный ремонт в Люберцах проводят как на проезжих частях, так и на дворовых территориях. За минувшую семидневку возле домов устранили 107 выбоин общей площадью 1118 квадратных метров. Анна Троян, Сергей Гвозев и Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Уровень готовности округа к отопительному сезону 92%. Профилактика объектов теплоснабжения практически завершена. Котельную на Октябрьском проспекте проверил Владимир Ружицкий. Эта станция снабжает теплом 9 жилых домов, поликлинику, техникум, торговый центр и 14 производственных зданий. В отопительном сезоне длиной в полгода бесперебойная работа котельных особенно важна. Последние годы почему-то мы в мае еще котельные не выключаем, как в этом году-то было. А выключаем тепло, это, как правило, в конце сентября, в начале октября всегда. И вот эта котельная, которая сегодня здесь, мы ее в 2016 году приняли в муниципальную собственность. Понятно, что она была, я мягко скажу, опять же убитой. Мы сюда вложились, мы ее реконструировали. Этот объект – высокотехнологичное предприятие по производству тепла и горячей воды. Полуавтоматический режим работы обеспечивает три современных котла и 18 насосов. Проверка современного оборудования именно на этой станции имеет одну особенность. Эта котельная в летний период времени работает с большей нагрузкой, чем зимняя. Дело в том, что торговый центр выходной непосредственно с этой котельной получает охлаждение, то есть кондиционирование. То есть эта котельная подает тепло на специальные установки, которые вырабатывают холод. И, скажем так, охлаждаем здание, помещение торгового центра. Всего в Люберцах работает 81 котельная. Работы по подготовке к отопительному сезону в округе закончат 5 сентября. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В округе продолжается благоустройство дворовых территорий. В этом году запланировано обновить 34 участка. На одном из них побывала наша съемочная группа. Комфортная парковка, где каждый может оставить автомобиль в положенном месте. Благоустроенная стоянка здесь появится по просьбе жителей. Это еще не все обновления, которые получит двор на улице Новой. Конкретно по этому двору проводятся работы по устройству детской площадки. Игровой площадью 100 метров. Также проводятся работы по ремонту остатка бетонного покрытия. Общая площадь реновации – 1700 квадратных метров. Чтобы закончить все работы в срок, одновременно здесь трудится 25 рабочих. Задействовано 8 единиц спецтехники. Вместе с жителями ход работ проверил глава округа Владимир Ружицкий. Все-таки мы территорию обновляем. И когда ты заходишь на территорию, и травка зеленеет, и нет деревьев сухих. И бордюр новый, и прямой, и асфальт без каких-то углублений, ям. Потому что когда дождь идет, и асфальт положен неправильно, то лужа возникает. Когда-то все добротно сделано, конечно, другая картина. Поэтому все задачи здесь – просто этот порядок навести и поддерживать. Этот и другие дворы благоустраивают по результатам голосования на сайте Добродел. Все работы планируют завершить 31 августа. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Уже более 20 лет в Люберцах работает предприятие «Техэнергокомплекс». Научно-производственная фирма разрабатывает и выпускает электротехническое оборудование и распределительные подстанции. Как восстанавливается компания после пандемии, узнавала наша съемочная группа. МАЭСК, аэропорты, ресурсоснабжающие компании и торговые центры – это неполный список организаций, для которых «Техэнергокомплекс» создает высокотехнологичное электрооборудование. На заводе производят распределительные устройства и их компоненты, без которых функционирование любого объекта в современном мире невозможно. Если есть источник тока, например, электростанция, она вырабатывает электроэнергию. Эту электроэнергию надо распределить. Вы знаете, что если два провода замкнуть, то будет та ситуация, которая, наверное, не будет никому приятна. Чтобы этого не произошло, есть определенные правила построения и распределения электрической энергии. Обеспечение надежности и безопасности электроснабжения – главная задача научно-производственной фирмы. Во время пандемии предприятие не останавливало свою работу. Пришлось только сбавить темпы производства. Предприятие выпускает продукцию для энергосистем. Как известно, мы не останавливали ни наше коммунальное хозяйство, ни энергетики не останавливались. Потому что это предприятие, которое обеспечивает жизнедеятельность повседневную всего нашего хозяйства. Сейчас компания заработала на полную мощность. В год она поставляет около 500 единиц продукции. За последнее время здесь значительно расширили линейку производства. В планах руководства предприятия выход на международный рынок. Шоколадная фабрика в Люберцах знаменита не только вкусом лакомства, но и уникальным дизайном с символикой России. Продукцию компании «Глобус-Про» можно встретить в аэропортах, гостиницах, парках, музеях и исторических местах. С рабочим визитом производство посетил глава округа Владимир Ружицкий. «Используем мы только натуральные продукты. Это шоколад 52% и марципан. То есть все у нас безумно вкусное и безумно полезное». Первыми после технологов эти конфеты увидела наша съемочная группа. В цеху ручной работы специалисты оттачивают рецептуру новинки, которая вскоре попадет в столичные рестораны. В другом цеху над созданием сладостей трудятся в основном автоматизированные машины. Шоколад здесь производят в больших количествах на всю страну и за рубеж. В месяц от 20 до 30 тонн продукции. «Производим это для различных парков, музеев Москвы, для различных дьюти-фри, театров и в сетевых магазинах». Тысячи наименований продукции из пяти видов шоколада. Наборы, изделия с символикой российских городов. Сувенирная продукция. Эти сладости полюбили не только за вкус, но и за уникальный дизайн. Обертки конфет задают тренды среди конкурентов. «Наши двадцатки – это один из самых наших популярных продуктов. Они бывают с разными картинками. Кроме того, что они интересные и красивые, можно купить коробочку, в ней 100 грамм. 100 грамм – это такой вес, который, в общем-то, для всех понятен. Можно взять по отдельности каждую шоколадку, не пачкать другие». Оригинальный дизайн знаменитого шоколада разрабатывают и производят здесь же, на фабрике. Дизайнеры не перестают находить все новые оригинальные решения упаковок. По авторским рисункам создаются шедевры, которые так приятно получить в подарок или хранить дома. «Можно пожелать предприятию хороших перспектив, хорошего рынка, ну и любому предприятию, кто является участником какого-то бизнеса, доходов, чтобы предприятие было шоколадное будущее». А для успешного будущего предприятия есть все необходимое. За почти 20 лет работы руководство компании узнало, как подсластить жизнь россиян. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Предприятия Люберицы и ближних городов поучаствовали в ярмарке вакансии. На ней жители могли узнать о предложениях, напрямую пообщаться с работодателями и получить приглашение на собеседование. Владимир Ужицкий побывал на ярмарке вакансий, чтобы изучить ситуацию на рынке труда изнутри. «Положили для себя что-то?» «Ну, пока только телефоны записали». Пришла искать работу и заодно познакомилась с главой округа. Юлия Булатова поделилась, что на биржу труда месяц назад ее привело сокращение. Пять с половиной лет проработала в международной страховой компании. И куда теперь идти? Несколько вариантов удалось подобрать на ярмарке вакансий. «Меня заинтересовала РЖД. Очень приятные девушки в управлении персоналом. Предложили мне несколько вакансий и сказали, что будут открываться новые. Я вообще человек очень уверенный в себе, поэтому свои шансы я оцениваю на 100%. Пообщаться с работодателями лично, обменяться с ними контактами, узнать об условиях работы и найти свое место под солнцем. Ярмарка помогает как тем, кто остался без работы, так и тем, кто подбирает сотрудников. Самые востребованные сейчас медработники. Люберецкая областная больница, Пихорский текстиль, аэропорт Домодедово, завод имени Камова. Всего 20 работодателей поучаствовали в ярмарке вакансий. У нас устроился так один молодой человек, инженер, конструктор, великолепный. В итоге результаты показал в работе. Восемь раз возросло число безработных во время пандемии. Только официально в Люберецком округе числится более 10 тысяч состоявших на бирже труда. Эта ярмарка вакансий первая в постограничительное время. Оттого и собрала большое количество работодателей и желающих трудоустроиться. Очень много наших соискателей, безработных граждан, находят работу. То есть с помощью центра занятости люди трудоустроятся. То есть мы опять приходим на ту ситуацию, которая должна быть. Ярмарка прошла, но это не значит, что безработным больше не помогут. Центр занятости по-прежнему открыт для соискателей. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Считанные дни остаются до начала учебного года. Отделочные работы в пристройке к кадетской школе вышли на финишную прибыль. Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков и глава округа Владимир Ружицкий оценили степень готовности объекта. Подробнее у моих коллег. Степень выполнения работ 92%. Пристройка к кадетской школе обретает планируемый облик. Для 200 учеников современное трехэтажное здание распахнет свои двери вовремя. Госстройнадзор уже начал итоговую проверку объекта. Стройки никто не сменял. Однозначно эту пристройку мы введем в эксплуатацию к 1 сентября, для того, чтобы, как я и говорил ранее, чтобы детишки пошли в первый-четвертый класс учиться в новые классы. Отставания были, конечно, но мы их ликвидировали путем работы в две смены. По 14 часов приходится работать. На всех этажах здания рабочие заканчивают установку потолочной плитки, напольного покрытия и дверей. На территории возле пристройки специалисты завершают монтаж спортивного инвентаря на дорожках, укладку асфальта и бордюров. Мы рассчитываем, что через неделю будут завершены основные работы. Потом пройдут пуск наладочные работы. Мы убедимся, что все механизмы и все инженерные коммуникации работают четко и слаженно. Мы считаем, что оставшиеся до 1 сентября времени достаточно, чтобы школу достроить и открыть его 1 сентября. Разрешение на ввод в эксплуатацию возведенного объекта застройщик планирует получить 25 августа. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Еще одно новое образовательное учреждение готовится принять учеников 1 сентября. Строительство школы в Малаховке перешло в завершающую стадию. Сомнений нет. День знаний 275 малаховских учеников встретят, сидя за партами в комфортных классах новой школы. В построенном здании рабочие укладывают линолеум, на дворовой территории завершают растилку газона. Все работы подрядчик обещает закончить 22 августа. На текущий момент выполнено по нашему контракту где-то 96-97%. Полностью смонтированы все трассы инженерных коммуникаций по школе. В принципе, планируем уже в ближайшие дни полностью все работы завершать. Речь идет уже о днях. Пока рабочие завершают установку дверей, освещения и системы видеонаблюдения, госстроенадзор начинает итоговую проверку объекта. МОС «Облэнерго» и «Водоканал» готовы принимать системы в ближайшие дни. Параллельно в кабинетах стартует сборка и установка мебели. Я думаю, детишки получат огромную радость, потому что школа современная, просторная, красивая. Ну и скажу так, в Малаховке подобных школ нет. Осталось эту школу насытить хорошими педагогами, создать хороший педагогический коллектив. В новом учреждении будут учиться дети с 1 по 11 классы. Появление этой школы призвано избавить учеников Малаховки от второй смены. Обновленные кабинеты, пищеблок, актовые и спортивные залы. Все это ждет учеников 52-й школы в новом учебном году. В учреждении провели большой плановый ремонт. Результат работы оценил глава округа Владимир Ужецкий. В 52-й школе все готово к долгожданной встрече с учениками. В кабинетах и коридорах покрасили стены. У начальных классов заменили напольное покрытие. Отремонтировали уборные и поставили в них новую сантехнику. Особое внимание уделили ремонту пищеблока. В овощном цеху поменяли плиточное покрытие. Отремонтировали потолок. Мы уделяем вообще очень большое внимание ремонтам и состоянию пищеблоков, а также обеденных залах в учреждениях образования. Потому что с 1 по 4 класс, с начала нового учебного года поставлена задача президентом нашей страны именно обеспечить питанием всех детей начальной школы и, конечно же, продолжить обеспечение льготной категории детей с 5 по 11 класс в обязательном порядке. В Малаховской школе обновили все для активного досуга школьников. Отремонтировали помещения актового и спортивного залов. Улучшение коснулось и школьного двора. Территорию благоустроили и отремонтировали асфальтовое покрытие. Все работы обошлись в 3,5 миллиона рублей. Понятно, что все в процессе эксплуатации, особенно школа, где детишки, когда идет учебный период или учебный процесс, они и бегают, и шалят, и порой балуются, все приходит в негодность. Поэтому у нас всегда стоит задача после окончания учебного года школу подготовить. В данном случае вот эта школа, я могу сказать, она абсолютно готова к новому учебному году. Всего в 2020 году в Люберецком округе отремонтируют 35 школ и 26 детских садов. Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Одно из старейших общеобразовательных учреждений округа, Токаревская школа номер 22, готова встречать воспитанников. В этом году она примет 11 первоклассников. Накануне 1 сентября глава Люберец Владимир Ужицкий встретился с коллективом и руководством школы. Этой школе больше века. Она построена в 1905 году. Но ее солидный возраст выдает только небольшая деревянная постройка рядом со зданием. Все остальное отвечает современным стандартам. В 2018 году у нас прошел капитальный ремонт, за что мы благодарим администрацию городского округа Люберцы. Мы получили такие прекрасные условия, которые мы видим с вами сейчас. Заменены были практически все функциональные функции школы. Это топление, это водоснабжение, это электроснабжение. Все полностью. Крыша, кровля, полы. Единственное, что отличает эту школу от всех остальных – ее размеры. В новом учебном году здесь будут получать знания 84 ученика. Из них 11 первоклассники. 1 сентября для самых маленьких воспитанников педагоги устроят праздник. Но с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Были даже все время позывы эту школу закрыть. Ну что, здесь 85 человек. Но мы настояли, мы сохранили. Вот такие сельские школы, они должны быть сохранены, они должны быть ухожены. К ним должно быть дополнительное внимание, что мы и делаем. В отреставрированной два года назад в школе уже все готово к 1 сентября. Единственное, о чем пришлось позаботиться – установить в пищеблоке вентиляционный купол. Все 14 учителей уже вышли из отпусков и с нетерпением ждут встречи с учениками. Луиса Игасарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. 19 августа – Всемирный день фотографии. История этого изобретения началась во Франции, когда в 1839 году правительство придало широкой огласке фотоснимок, назвав его «подарком миру». Наш корреспондент Анна Троян заглянула в объектив камеры и раздобыла секреты запоминающихся летних фото. О, отличное место. В этот раз за фотошедеврами отправились к самой матушке природе. Лето – самое время использовать все преимущества натуры. Совместим приятное с полезным, устроим красивый пикник. Лайлин, смотри, каждую ягодку прямо отдельно срывай, я зубками, можешь губками. В лесополосе используйте все дары природы. Шикарный реквизит. Задействуйте двухколюсный транспорт, он создаст дополнительный антураж. Да, и в таком случае, во время фотосессии. Голодными не останетесь. Мы сейчас с тобой здесь разложим эти точки, будет прикольно. Ложитесь, будьте смелее, ложитесь. Заряжайтесь энергией земли и создавайте неповторимые снимки. В помощь лишь трава и полевые цветочки. Нам нужно ничего выстраивать. Здесь есть лес, деревья, естественный свет – это самое главное. И нет лишних визуальных каких-то эффектов. Главное на съемке на природе – это одеваться подобающе, отказываться от какого-то черного. Яркие вещи. А если не ярко, то это светлые тона природных оттенков. Декорации вокруг нас. Используйте всю красоту зелени и растений. Не зря наши родители так любили фото у деревьев. И помните, чем дальше в лес, тем интереснее снимки. Пока солнышко не ушло. Мечтали отправиться на Лазурный берег, но помешала пандемия. Дима и Алина уверяют, получить заряд солнечных эмоций можно и на Люберецких пляжах. Можно еще использовать такие приемчики, фишечки. Допустим, если светит яркое солнышко, то нужно найти, откуда оно светит. Взять какую-то фактуру, которая может пропускать через себя свет. Это может быть какое-то кружево, какая-то сетка. И получаются очень интересные кадры. Прямо, можно сказать, фэшн. Главная обманка лета 2020 – фото на песке. Она создаст глубину снимка и иллюзию вашей геолокации. Ищите детали, делайте фото крупным планом. Это разбавит вашу фотоленту. Ну что, Алина, как водичка? Супер. Тот же фотообман – снимки с водоемом. В кадре только вода. Так вы создадите иллюзию безграничного пространства. Кто знает, может это Байкал. Главное, чтобы побережье было чистым. Так подписчики точно не узнают, что этим летом вы остались дома. Снимать можно абсолютно при любом солнце. Главное, чтобы, если это яркое солнце в полдень, например, то смотреть на него человеку будет некомфортно. И лучше располагаться спиной к нему. Если это пасмурная погода, то тут совершенно без разницы. И свет очень мягкий, ровный и подойдет абсолютно для всех. Для пляжных шедевров выберите раннее утро или вечер. И точно будний день. Будьте естественны и непринуждены. Вы же на отдыхе, помните? Найдите все забытые пляжные принадлежности. Поплавайте, побегайте по песку. И поиграйте в спасателей Малибу. Отличные фото. Гарантированы. Давай. Вот так Дима и Алина отпраздновали день фотографий в кругу нашей команды. На память снимки о самом необычном лете 2020. Праздновать день фотографий можно хоть каждый день. Попробуйте себя в роли фотографа или модели. Вам понравится. Для этого у вас осталось совсем немного летних дней. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На песчаном берегу Кореневского карьера прошел чемпионат по пляжному волейболу городского округа Люберцы. За победу боролись 50 команд из различных уголков России. С организаторами и участниками турнира встретилась Луиза Егезарян. Погода не совсем пляжная, но на песчаном берегу Кореневского карьера многолюдна. Только вместо крема для загара в руках у каждого волейбольный мяч. Пляжный волейбол значительно отличается от обычного. Вместо шести игроков в команде здесь их двое. В этом виде спорта важна не только хорошая физическая подготовка, но и умение обхитрить соперника. Даниил Шапкин видит в этом только плюсы. Занимаясь пляжным волейболом с детства, он выработал собственную стратегию игры. В каждом виде спорта свои нюансы. Кому какой больше нравится. Мне легче пляжный волейбол, так как мои физические данные не особо позволяют равняться с двухметровыми здоровыми ребятами, которым могут сильно подпрыгнуть, ударить. Я беру больше за счет хитрости, скорости, за счет юркости. Своё мастерство спортсмен неоднократно доказывал на крупных чемпионатах, в том числе и международных. В этом году из-за пандемии отменились многие турниры, где Даниил должен был принимать участие. Первые соревнования после снятия ограничений прошли в городском округе Люберцы. Я хотел бы сегодня вам, ребята, пожелать здоровья, благополучия, принято говорить, крепкого иммунитета, чтобы вирусы стороной обходили. Поэтому занимайтесь собой, спортом. Чемпионат по пляжному волейболу собрал на берегу Кореневского карьера более ста спортсменов из шести регионов. Команды распределили по трем номинациям – мужская, женская и микс. В каждой категории предусмотрено три призовых места. Еще различные конкурсы с призами по навыкам волейбольным, которые у нас есть. Там высота прыжка, сила удара, меткость. На этой площадке мы впервые собираемся вместе с администрацией городского округа Люберцы, со спорткомитетом непосредственно. Первый такой крупный турнир, где мы совместными усилиями пытаемся показать высокий уровень организации. Федерация Люберецкого волейбола только набирает обороты, но на сегодняшний день уже более 500 жителей округа занимаются этим видом спорта. На базе пяти школ открыты секции. В прошлом году на чемпионате Московской области по пляжному волейболу детским командам из Люберец удалось занять второе и третье места. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова